Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Я сегодня на грибной разведке возле реки Вольхова-Ивовой Рощи. У нас тут снег лежит в Воронежской области. Снега было больше, намного. Периодически оттепели были. То плюс, то опять мороз. Снег подтаивал снизу. Земля не промерзла. Снег подтаивал и вода уходила в почву. Периодически подсыпал. А вот так вот всю зиму с декабря он и лежит. Обычно у нас и на Новый год снега не было. Часто морозы на сухую землю давили. А эта зима хорошая. В общем-то по температурному режиму примерно такая же, как и прошлая зима. Но при этом снежная, в отличие от прошлой. И это хорошо. Снег, надеюсь, долежит до весны. Поищем сегодня грибы. Зимние опята. Аурикулярию уховидную. Дрожалка оранжевая может попадется. Хотя валежник присыпан, конечно, снегом. Но что-то, я думаю, будет. Смотрите, фламмулина на иве. На старой, сухой. А вот, смотрите, ветки какие. Старая, сухая ива, мертвая. И вот она, фламмулина. Смотрите. Начиная снизу. Вот они, грибочки. Вот, 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 вот грибы. Вот этот покрупнее даже. Повыше вот зимние опята. Фламмулина бархатистоножковая. Вот она же. И вон, повыше поднимается. Вот она. Так. Ну-ка. Вокруг обойти. Да, здесь вот, смотрите, еще. Фламмулина. Сейчас мороз. Минус один или минус два. Вот. Она же. Хороша фламмулинка. Сейчас аккуратно обломать постараюсь. Так. А ну-ка. До снега, до морозов здесь таких грибов не было. Мелкие были. И в оттепеле они периодически, когда оттепели были, видимо, подрастали. Между морозами. Между морозами. Но снег так и лежал он. Не растаял. Сейчас. Опа. Есть. Первый. Пластинки уже чуть с ружиной такие споры начали созревать. Вот так. Вот так. Вот еще. Тут все будет происходить. Наверное, без ножа. Хотя достану нож. Некоторые придется ножом может выковыривать. Они к стволам дерева. К стволу дерева примерзли. Многие. Вот это вот ножки. Это я собирал. Но еще получается в прошлом году. В декабре. Сезон 2022 года я для себя открыл. Многие давно уже открыли, конечно. А я вот так. Снега много было. Тяжело было по лесу ходить. Поэтому долго не ходил. Вообще, в остальные места так и просто не подъехать. Даже. Сюда еще как-то можно сходить. В остальные места и не подъехать. Вот смотрите. Фламулина без света. Вот такая прям желтенькая. И шляпки, и ножки. В общем-то, гриб этот может в морозы, когда мороз не сильный, прямо под снегом расти. Но растет он, конечно, не в минусовую температуру, а под снегом. Земля, если теплая, то вот он просто под снегом растет. Там плюсовая температура создается немного выше нуля. А над снегом может и мороз в это время быть. Вот. Конечно, она в минусовую температуру расти-то не будет. Остальные я без камеры наломаю сейчас. потому что как-то неудобно. Уже и руки мерзнут. Медленно так ломать. Я сейчас камеру выключу, быстро наломаю. Покажу, сколько получится с этого дерева. И дальше, вперед. Ну вот столько вот получилось с этого дерева. Сейчас. Так вот, всыпать его. Вот. Небольшая такая кучка. Остались и вот много маленьких грибов фламулина. Такие пуговки. Вон. С той стороны ствола тоже. Все. Сейчас. Вперед. Дальше. А вот, друзья, еще смотрите. Фламулина. Эта фламулина начинала расти еще до снега. Я в декабре ее проверял, ходил в начале. Вот. Какие покрупнее тогда подсобрал. Вот. Немножко подросла еще. Какую-то можно взять, а какую-то оставлю. Да. И вот. Хотел я что еще объяснить. Ко мне были вопросы. Насчет фламулины. Почему фламулина бывает. Бывает белого цвета. Вот. Она большая уже, но белого цвета. Вот. Объяснение очень простое. Вот. Смотрите. В Азии фламулину бархатиста. Точнее, даже не так. Та фламулина, которая растет в Азии, это другой вид. Фламулина переформис. Вот. Где перекрещиваются популяции фламулины, велютипис и переформис. Фламулины бархатиста ножковой и переформис, я не знаю. Это все должно микроскопически выявляться. То есть, если вы собираете фламулину бархатиста ножковую, к примеру, на Дальнем Востоке, то, скорее всего, у вас даже не бархатиста ножковая, а вообще, может быть, вот это вот как раз переформис, которую выращивают искусственно в Китае, в Японии, в Корее. И выращивают ее как раз вот такого белого цвета. То есть, у нее нет бархатистости. Шляпки белые, не рыжие. Достигается это чем? Достигается это тем, что ее выращивают в темноте. И плюс еще были такие исследования, что, если выращивать фламулину без доступа к кислороду, а грибы это не растения, они нышат кислородом, то прекращается рост вот этих вот бархатных этих волосков на ножках. Ну, вообще, и пигментация вот эта вся, она становится тоже белой, без доступа к кислороду. То есть, бывает такое, что тепло, но снег лежит где-то около нуля температура. И фламулина вот растет под снегом бывает, под снегом тепло. И вы разгребаете снег, а грибы белые. Грибы белые потому, потому что они росли без доступа к света и без доступа в первую очередь кислорода, потому что под снегом все равно какие-то лучи проникают. И фламулина может стать даже такой, ну, желтенькой, если какой-то доступ все равно есть. Да, ну, света... Ну, а кислорода нет, и вот она белая. А если доступ к кислороду хотя бы какой-то есть, она под снегом, свет не достает, но доступ к кислороду есть, то грибы желтенькие, да, а без доступа к кислороду прям абсолютно белые. Ну, белая форма фламулины вот так вот получается. Да, это вот интересный момент такой. Эти исследования уже давно проводились. Я не помню, я читал об этом или в Японии проводили эти исследования, или в Китае, в общем-то. Ну, не суть, важно. Важно то, что это все проводилось, и влияние выращивания без кислорода на белый цвет фламулины, оно огромное. Так, посмотрим сейчас, что тут можно забрать. Так, ох, надо сначала фотографии сделать, а потом забрать. Так, сейчас, аккуратненько. Оп, упали. Так, ветки посыпались в корзину. Сейчас. Вот так вот. Вот так. Ножки, бархатистые ножки, они жесткие, несъедобные, но они не жуются просто. И я их дома пообрезаю. Вот еще. Все, камеру выключу. Сейчас попробую остальное собрать. Камеру у меня здесь негде поставить включенную, чтобы снимала. Она мне сейчас мешает. Вот, смотрите, в дупле трутовик чешуйчатый сохранился. Не сгнил, зараза. Я его снимал в этом месте, в дупле, вот там, в ноябре или в октябре, я не помню. Да, кстати, мало того, что этот гриб условно съедобен, то есть он съедобен молодой, старый он, жесткий. Мало того, что он съедобен, он еще и имеет полезные свойства. Лечебные. Надо будет, вообще, если вам интересно, пишите в комментариях, надо, не надо, и я сделаю об этом ролик. Так, я расскажу. Да, так-то век чешуйчатый. Ставим. Ну, это уже, ну, можно сказать, ну, грибная мумия, конечно. Просто хорошо сохранилась, поэтому я решил его поснимать. Вообще, гриб однолетний и, ну, они должны сгнивать, по идее. Просто в этом месте было сухо. Ну, дупло вот такое, вот ствол дерева. Сердцевина выгнила. И здесь образовалось такое вот дупло. Точнее, даже, да, она выгнила, дерево упало, сердцевина мягкая. Здесь этот тортовик, возможно, он его и добивал. Да невозможно, а, скорее всего, он и добивал это дерево. Так. Такая вот. А кругом снег. Вот, друзья, еще одно дерево с фламулиной. Не скрою, я сейчас не то чтобы прям ищу фламулину. Я проверяю места, где она каждый год растет. Ну, то есть я хожу по своим местам. В одном месте фламулина так и не выросла, в котором она каждый год вырастала. Там такое место она вырастала. Такое место, ну, вообще прям без коры. Она вырастала прям от корней дерева. Это как раз вот этот вид фламулины, который фламулина эластика. Я считаю, что это она. Вот такая она крупненькая. Ножки у нее бархатистыми становятся только у старых грибов. Вот, бархатистоножковая фламулина. Ну, это такое, конечно, любой может оспорить, сказать, что это можно узнать только микроскопически. Ну, на самом деле и то, что ваша фламулина бархатистоножковая, тоже можно узнать только микроскопически выходит. Или генетически, потому что видов ее довольно-таки много. Как я уже сказал, например, в Азии выращивают вообще фламулину переформис. Фламулина растет в дикой природе. Там у них вроде как проводились исследования. А у нас в России и Украину взять, и Беларусь. Никто микроскопически, по-моему, не исследовал фламулину. А если исследовали, то, опять же, что пишут многие микологи, что микроскопически споры различных видов фламулин похожи как по форме, так и по размеру. Настолько, что зачастую их микроскопически не отличить. То есть, нужны уже исследования на генетическом уровне. И это такое. Поэтому большинство найденных фламулин называют бархатисто-ножковой. Ввиду того, что не предоставляется возможности выявить вид фламулины в полевых условиях. Зачастую. Вообще, легче всего, наверное, отличить фламулину фены. Фламулину стальниковую. Кстати, стальниковую, я даже не знаю, получится в этом году еще показать. Потому что она под снегом. Снега довольно-таки много насыпало. И в процессе ее поиска, выкапывание из-под снега, я большую часть просто вытопчу. У меня есть надежда, что в будущем, когда будет откипель, она еще не отплодоносит. Споры не высыпятся. Потому что под снегом она, даже если там тепло, вряд ли успели. Ну, точнее, даже не то, что вряд ли. Я не договорил. Вот те исследования в Японии или в Китае, я не помню, где это было, без кислорода, когда выращивали фламулину. Она без кислорода ведь не только прекращает, у нее прекращается рост бархатистой вот этой части волосков, но и споры, не созревают споры. Поэтому, в общем-то, это все исследуется с коммерческой точки зрения выгодно, чтобы у грибов споры не созревали, чтобы они оставались долго в таком виде, ну, в товарном. Вот для этого все. У нас же все ради денег. В основном исследования должны окупаться. И в такие исследования вкладываются тогда все остальное. То есть, в основном вкладываются либо в исследование, либо бизнес грибной, либо фармацевтика. Но, опять же, я не вижу, где все эти, столько исследований по грибам, целебным свойствам, где все эти лекарства. В результате этих исследований. Вот так, вот, хорошо. Сейчас тут где-то фланулина под снегом. Попытаться достать. Здесь нет. Вот. Вот еще грибочек. Хорошо. Крупный. Вот она, фланулинка. Ах. Все, руки замерзли. Так. Вот он. И, что я сказать-то хотел. Фланулина стальниковая, которая паразитирует на стальнике колючим. Это такой полукустарник. Я уже не раз показывал эту фланулину. Она, так как она сейчас под снегом, то она не может созреть. Споры не созревают без доступа кислорода. И вот теперь, когда там снег растает, в том месте, где она. Вот. Грибы эти должны быть в свежем виде еще. И если повезет, то растает снег где-то в феврале, а может быть в марте. Не удастся поснимать их в марте. Это будет довольно-таки рекорд для меня, потому что я позже, начало февраля, не собирал эти грибы, не находил. Это тут, в основном, ножки. И шляпки поломал, поломал. Ножка. Все, тут, наверное, уже ничего нет. Вот еще, смотрите, я прикрывал эту флангулину в прошлом году еще корой. Вот тут она слабенько подросла, конечно, но маленькие. Вот они. Вот это вообще подсушеная, старая совсем. Ну, что-то, что-то есть. С миру по нитке. Так, посмотрим. Вокруг снега сколько. Сейчас вокруг обойду. Ничего, ничего нет больше. Хотя нет, вот. Это что у нас? Крепидот. Крепидот мягкий. Старые грибы. Смотрите, какие. Такой вот он маленький. Это что? Это он же. Нет, это фламмулина. О, старая. Совсем уж потемнело. Так, ну, дальше тогда. Вот она, смотрите. Может, кто помнит, я в прошлом году эту вешенку тут снимал на видео. Она маленькая была. И вот снег лежал. Периодически были оттепели. Она, видимо, оттаивала, подрастала, опять замерзала. Вон они, смотрите. Припорошенные снегом. Вешенка устричная. Вот там. Подальше тоже. Красота. А вот тут вот растет биркандера. Трутовик такой. Их у нас. В наших широтах. Два вида растет. Биркандера опаленая. И биркандера дымчатая. Вот это вот биркандера дымчатая. И чем она отличается от опаленой? Они оба такие, как резинистые. И черепичатые бывают. Тела. И плодовые. И вот такие вот прям, как обволакивают древесину. Такие плоские. Вот опаленая, а дымчатая отличаются трубочками. У нее они светлые, а у опаленой они такие серые. Вот. И биркандеры вот это, как опаленая, так и дымчатая. Они такие на ощупь, как такие резиновые. Но сейчас он замороженный, а так он на ощупь, как резина такой, эластичный. Интересный такой гриб. Про него я, кстати, вот именно про биркандеру дымчатую делал видео. А про опаленую нет. Надо будет тоже сделать. Биркандера дымчатая. Там есть и свойства полезные у этого гриба. Вот, друзья, еще фламмулина. Еще одно дерево с зимними опятами. Здесь много грибочек. Тут под корой. Еще. Вот, под снегом. Вот они. Вот, упал. Зимние опята. Да, соскучился я по ним. Тяжело по сугробам, друзья, ходить. По снегу. Тем более, он не рыхлый, а такой наст подмороженный сверху. Снег. Идешь, проваливаешься в эту корку. Поднимаешь ногу, еще идешь опять, проваливаешься. Нужны эти. Ну, лыжи вот эти вот, с которыми охотники в лес ходят. Такие широкие и короткие. Да, надо как-то их себе где-то приобрести. Но опять. Надо же знать, куда на этих лыжах идти. Не будешь же по всему лесу ходить снег разгребать. Наломал фламулины. Интересно, донышко корзины. Закрою я сегодня? Или так и буду ходить? Мелочь эту сцепать. О, смотрите, как хорошо. Дно закрыто. Так вот, вот так вот, расширудить. Ну, раскидать. Хорошо. Как вариант, хотя бы дно закрыть. Для зимней грибалки, когда столько снега, это результат довольно-таки крупный. Я вам скажу. Вот так. Все, уже рука болит от холода. Ага. Еще, еще одно дерево проверить. Я так думаю, и назад идти. Ножом поковыряю. Камеру выключу. Вот еще зимние опята. Здесь вот по вот этому валежнику, по склону повсюду они были. Но дело в том, что тут сейчас, вот видите, лед. Вот, это из-за оттепели была такая была погода, знаете, снег заждем, все это намерзало. Причем несколько раз это было. И в результате сейчас фламулина вот в таких вот ледышках в мороженое. Потому что росла она вот так вот поверху. Но немножко вот осталось грибов. Можно взять. Не в мороженое, которое... Сейчас пройдусь. Посмотрю. Что-то тут для меня, я думаю, все равно есть. Вот. За этими грибами я могу не успеть. Они в какую-нибудь изоттепель, изоттеплей могут просто вызреть. Споры у них, и все, потом они засохнут. И сгниют через время. Поэтому, да. То, что можно, то, наверное, лучше забрать. Зимние опята. Тут в корзинке. Такой вот пока результат. Сейчас туда пройдусь еще. Здесь вот тоже. А ну-ка. Нет, лед не везде, но... Фламулина не видно. Она может и не выросла. Меленькие были грибы. Ну, больше по вот тому стволу. Было. Иду назад. Какие сугробы. Назад прокладываю дорогу. Это я мои следы. Своим следам на западе. Думал, уже ничего не снимают. Но у меня еще одно дерево осталось. Будет подорожник. Будет подорожник. Подорожник, который я не проверил. Я еще его проверил. Это тоже старая ива. И там я собирал фламулина в прошлом году. В декабре, в ноябре было. Вот так вот. Так что еще будет место. Ну, вот я добрался до этого дерева. Вот. Фламулина. Вот. Вот же рыжеватые пластинки. Вот еще. Ну, и, пожалуй, на сегодня все. Ушей и дорожалок я не нашел сегодня. У меня только фламулина и вешенка. Причем вешенки намного меньше, чем фламулины. В основном фламулина. Так. Вокруг. Да, вокруг дерева. Обойти глянуть. Ага. Это дерево мне в прошлом году, перед Новым годом, неплохо принесло урожая. Урожая фламулины, причем дважды. Так что жаловаться на него просто грех, скажем так. Отправляясь сейчас зимой за фламулиной, берите обязательно варежки, а не перчатки. В варежках, если вы их сняли и руки замерзли, руки намного быстрее отогреваются. Пальцы вместе. И из-за этого, да, эффект от них намного лучше, чем от перчаток. Такой вот итог. Всем удачной тихой охоты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok